Благословен Ты, Господь Бог Царь Вселенной Благословен Ты, Господь Бог Царь Вселенной Благословен Ты, Господь Бог Царь Вселенной И дальше начинается любимая, многими тема Кашунта Ну, вроде бы хорошая глава, вроде бы много о чем можно рассказать И традиционно, я уже как-то попадал мне эту главу комментировать Я говорил об Аароне и его сыновьях И сегодня я хочу продолжить эту тему, потому что, ну, не смог я тогда выразить, может, до конца свою мысль Итак, Левит 10 глава 1-2 стих Надав и Авилу, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и перенесли перед Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они перед лицем Господним». Говорят на это место, опять же, много комментариев. Один из комментариев, что они были пьяные, они пришли туда выпившие, начали там беспредельничать, и Господь поразил их. Второе место есть такой комментарий о том, что они взяли огонь не с жертвенника, а проходили мимо, горит огонек, взяли этот огонек, зажгли. Есть третье место, комментарий, они говорят, что это были гордые, надменные люди, и этот чуждый огонь был внутри их. И когда они вошли в Божий огонь, помните, что Господь, впереди Господа огонь поедающий, этот огонь высвободился, и они просто сгорели сами в себе. Ну, я скажу вам, каждый из комментариев и комментаторов имеет право на свою правоту, и каждый комментатор может комментировать со своей точки зрения. И это, знаете, довольно хороший урок для нас. И мы должны слушать это, принимать это, и это будет правильное решение. Потому что притча 1 глава 5 стих говорит, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. То есть, глядя на то, что происходило в те времена, сегодня мы можем увидеть что-то для сегодня, для нас, то, что происходит сегодня. Мы можем взять определенные принципы, определенные поступки и совершить правильный поступок, то есть не совершить ошибки прошлого. Знаете, есть хорошая поговорка, что мы учимся на ошибках чужих, а я вам хочу, лучше вообще на них не учиться, лучше не совершать их, зная, что они могут быть. Итак, но прежде чем мы пойдем дальше в этом комментарии, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на этих двух сыновей Аарона. И как бы мы смотрим, вот они прошли, вошли в святое, вот это взяли кадельницы, сгорели и говорим, плохие люди, плохие. Ну, наверное, они были плохие, наверное, что-то с ними было не в порядке, раз Господь их поразил. Ну, мы имеем на это полное право, потому что участь печальная. Ребята хотели послушать Господу, зашли и нет их. Но если мы рассмотрим это место, вообще рассмотрим историю Надава-Авиуда, мы увидим очень интересную картину. Во-первых, они были призваны Господом. Сам Господь призвал их. Он сказал Аарон и сыновья его. И там конкретно перечисляется Надав и Авиуд. Там не говорится о следующих сыновьях. Там выделяется два сына. То есть, Бог что-то видел в этих молодых людях, Бог что-то знал об этих молодых людях. И Он призвал их. И вы помните знаменитое место, когда Господь призвал старейшин подняться на гору. Это 24 глава, 9-11 стих. Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин израилевых. И дальше интересный момент. И видели Бога Израилева. И под ногами его нечто подобное о работе из чистого сапфира. И как само небо ясное. И Он не простил руки свои на избранных из сынов израилевых. Они видели Бога. И ели, и пили. И они здесь названы избранные израилевы. Надав и Авиуд. Те сыновья Аарона, которые погибли. Они названы избранными. Они были избраны Богом. Они были призваны Богом. И если мы посмотрим на дальнейшее глава, которая была перед этим. То, что Сергей Михайлович комментировал. То там говорится о том, что священники должны были пройти определенный обряд. Семь дней они сидели возле ворот в Скинии. Они очищались. Они освящались. Они пребывали в молитве. Что-то произошло. Что же произошло там с такими хорошими ребятами. Потому что если мы, например, сравним сыновей Аарона с сыновьями Ильи, другого пересвященника, который уже был в будущем. То это вообще-то разные небо и земля, как говорят у нас. Первая царь, вторая глава. Сыновья же Илья были люди негодные. Они не знали Господа. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом. Ибо они отращали от жертвоприношений Господу. Отметьте, пожалуйста. Посмотрите, одни сыновья, которые избирает Господь, которые видят, и вторые сыновья. Но что-то произошло с теми, кого избрал Бог. Что-то с ними произошло. Что? Давайте мы посмотрим дальше. И если мы еще обратим внимание на сам этот стих, там интересно, что слово «огонь» употребляется три раза. В одном стихе три раза. Взяли огонь, огонь чуждый и огонь от Господа. И слово на иврите, которое используется здесь, одно слово «эш». Алиф, шин. То есть получается «огонь». Но вы посмотрите, в одном случае этот огонь оказался чуждый, а во втором случае огонь губительный. И знаете, вот я все время размышлял, ну действительно, что же там могло произойти. Но на самом деле, хорошие вроде бы были ребята, потому что умирает Аарон, и его старший сын должен занять его место. Что-то произошло важное. И мне пришла параллель из Нового Завета, из книг Брит Хадаша. Помните, Ишуа идет с учениками в Иерусалим, да, они проходят Самирийский город, и им отказывают нам гостеприимствие. И говорят, все, идите отсюда, мы с вас смать не хотим. И что говорят ученики? Это Лука 9 глава 54-55 стих. Очень важный момент. Я увидел параллель. Я увидел параллель, что действительно с историей Надава и Авиуда. Мы видим учеников, их искреннее желание восстановить справедливость, угодить учителю, совершить правильный поступок. И Ишуа говорит, мне не нужно это. Вы не знаете, какого духом вы. И в наши дни, знаете, происходит похожая ситуация. Мы можем искренне любить Бога, видеть Его сверхъестественные проявления. Мы можем быть участниками великих Божьих дел и быть рядом с Его учениками. И со временем мы начинаем забывать, что все, что есть у нас, в том числе и дары, они исходят от Бога. То есть все, что у нас, Писание говорит, все исходящее, благое деяние, они от Господа исходят. Все, что у нас есть, все, что нам дает Господь, это Его дар. И как мы используем этот дар? Мы начинаем, исходя из хороших побуждений, стремясь угодить Господу, нарушать Его повеление. Ведь мы рядом с ними, нам все можно. Мы становимся духовными экспертами. Ну, простите, мы становимся духовными экспертами. Мы знаем, что, как, кто, каким образом. Мы можем судить людей, мы можем указывать, кто неправильно что делает. И при этом с высоты своей скромности мы не замещаем себя. Ну, мы скромные, мы не видим себя с нашей высоты. Но когда наступает момент, знаете, точка бифигурации, точка разветвления, точка, когда мы должны делать выбор. Бог открывает нам правильные лица, ну, правильные моменты нашей жизни. Смотрите, я ни разу не думал об этом. Но ученики Ишуа были готовы убить жителей этого города только за то, что они их не приняли. Вот представляете себе, до какой степени была любовь. Вы, ну, понимаете, такая хорошая любовь, что не подходи ко мне. И наступил момент. И я вот думаю, что все, что происходило, чуждый огонь, о котором имеется в виду, это было состояние неправильного сердца на Дава и Авиуда. Они видели Господа. Они видели сверхъестественные вещи, которые не видел никто. Они остались живы. И они решили теперь для себя, что теперь им все позволено. Они забыли. Забыли, откуда пришла вот эта благодать. Кто дал им этот дар. Они же не сами себя назвали. Бог сказал, вы будете. И вот знаете, я для себя понял в своей жизни, такой делаю выбор. Ну, и выбор, и я решаю для себя, решаю для себя такой делать шаг. Вы знаете, Писание говорит о том, что мудрость – это страх Господень. И мы должны исследовать свои сердца. Особенно перед тем, как мы, помните, да? Если вы судите, то наблюдайте за собой прежде всего. Это очень важно. Потому что мы не знаем, что произойдет с нами. Мы войдем с благими побуждениями послужить Богу. И как Писание говорит в Послании Якова, да? Что Бог не обращается похотью, но каждый обращается своей похотью сам. И написано, что похоть зачав рождает грех, а грех, созрев, очень хорошее слово, которое у нас опущено, должно пройти время. Оно созревает, и оно рождает смерть. И поэтому очень важно вовремя остановиться и посмотреть на себя. Написано, что вы духовный, исследуйте себя. Исследуйте себя перед тем, как идти в собрание, как идти к причастию. Ведь Писание предупреждает, что мы должны размышлять о теле, мы должны размышлять о себе, мы должны размышлять, если есть проблемы, примириться с братьями. Потому что это серьезно. Мы не играем в Бога, мы не играем с Богом, мы не играем в какие-то игры. Порою Бог дает благодать и милость. Он покрывает нас, Он дает нам возможность вернуться, остановиться. Но наступает момент, когда мы сами входим в своем нечестие, и наступает поражение. И знаете, я не хотел бы, чтобы в моей жизни это происходило лично. И я бы желал, чтобы в жизни каждого из вас была Божья победа. Тем более, что эта победа уже одержана на Голгофском кресте. И пример Агнава и Авиуда – это предупреждение для каждого из нас, чтобы мы не совершали неправильные вещи и задумывались. Спасибо тебе, Господь. Благослови нас быть твоими учениками. Благослови нас быть твоими служителями Нового Завета. Теми, кто будет нести благую весть Ешуа. Израилю и другим народам. Амин. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Продолжение следует...